Благолы мои, Муши Господи, Раду бедванье мое, Подмигла с умоленья моего, Царю мой и Боже мой, Я как Тебе помолюсь, Господи. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Кресту Твоему поклоняемся, И святое воскресенье Твое славим. Вот возлюбленный, неделя уже называется эта крестопоклонная. Быстро время течет, и мы должны готовиться каждый день, каждый час, потому что не знаем ни дня, ни часа, Он же, Сын Человеческий, придет. Что же возлюбленный предлагает нам крест? Нам предлагает Господь, Себя принесшего за наши грехи. Грех в земле мира и немости человеческие. Все на кресте, как сказано, на кресте враги пригвоздивы, Дерзновенно адамов грех. И согрешение наших рукописаний раздери, Христе Боже, и спаси нас. Что Господь раздирает наше рукописание греховное и берет грех каждого человека, искренне кающегося. Вы, наверное, помните крестное страдание Господа. И в конце уже, когда небо померкло и земля поколебалась, все увидели, некоторые уже увидели, что распяли Сына Божия и ввели себя в грудь. А разбойник благоразумный попросил в это время «Помяни меня, Господи, и когда приидешь, хватай». И смотрите, принял его Господь, и нет. Отказал он ему? Нет. Вот так не отказывает Господь и нам. Грех ваш не помяну. И если грех ваш был вагрианой, как снег уберю. Вот видите, как Господь может все из мертвого сделать живым. Оживился этот разбойник, услышав слова Господа. Конечно. И действительно, он вошел первый в рай. Отныне будешь со мной в рай. Посмотрим же, возлюбленные братья и сестры, что же нам делать. А преподобный нам Ефрей Сирин говорит, чтобы мы увидели свои грехи и свои беззакония. Потому что грех пригвожден на кресте Господом нашим Иисусом Христом. Он взял все грехи человечества и немощи человеческие на крест свой. И вот преподобный Ефрей Сирин просит нас, чтобы мы увидели свои согрешения. И молитву, наверное, вы помните. Господи, повторимся. Господи, даруй на третье мое предрешение и не осуждайте брата моего. Слышите, что? Вот это подобно разбойнику, чтобы увидеть свои грехи и никого что? Не осуждать. А мы делаем так или нет, братья? Нет. Не делаем. Не делаем. И своих ближних мы осуждаем. И домашних мы своих осуждаем. И кого мы только не суждаем. И правителей осуждаем. Да, без правителей. Вот видим, какие правители беззаконно творят что. И мы повторяем, думаем, как это так беззаконно? Где бы помочь этим людям, которые страдают в подвалах, убитые, холодные? И все как будто бы помогать, а им вместо хлеба подают камень. Тоже оружие. Опять оружие бренчают, бренчают все. И вместо того, чтобы подать, как Россия, она и накормит этих голодных. И сострадание имеет к этим людям. А мы забываем и думаем, что как же, Господи, перенести страдания этим людям. И я вижу, как многие-многие стараются помочь туда чем-то своим скудным сбережением. И они не влечим, помогают этим страдающим людям. И вместо камня они подают хлеб насущный, о котором мы просим всегда в молитве Господней, Отче наш. Хлеб наш насущный, кляшь нам внесть, и остави нам долги наши. И окружение мы оставляем дружников нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от рукого Бога. Теперь посмотрим, как же нам бороться-то с грехом, чтобы видеть свои грехи и не осуждать брата своего. Снова и снова обращается к нам Слово Божие. Всячески действует Господь. Он не оставляет человека в покое, потому что в этом своем покое человек черствеет, и почва его сердечная, засохшая, затвердевшая, может, наконец, стать, неспособную принять Слово Божие. Вы слышите, братья? Да, я слышу. Вот, вот что страшно, когда наше сердце будет нечувственно состраданием других людей. Оно коснется лишь поверхности, как сказано в притче о сеятеле, и пропадает, потому что внутрь не приняло. Благодарение Богу за все, что Он переворачивает эту твердую землю, чтобы сделать ее рыхлой, мягкой и открыть в ней отверстие для Слова Своего. Нужда, болезни, скорби, безвыходные наши беды, все, что является нашей бессилией и нищетой, это Божий плуг, переворачивающий землю, это Божие посещения. Он хочет прозреть, прорезать глубокие борозды в этой безжизненной, непокорной почве, чтобы сделать ее способную воспринять живое семя. Вы слышите, братья и сестры? Да, Божие. Злухудалую душу не внизит премудрость Божия. Так и почва наша должна быть подготовленную. Вы, наверное, знаете, кто жил в крестьянстве, как подготавляют почву, как ее удобряют, как кладут навоз, как вспахивают ее, как баронят эту почву, как сажают, как рыхлят, как собирают сырники. Вы, наверное, помните это, знаете? Но имеют небольшие, хотя дачки свои, они знают, как надо бороться с тем или другим вредителем. Вот так и наша духовная почва, если мы ее не удобрим, словом Божиим, значит, она не принесет никакого что. Вода. Поэтому и Господь своим другом как бы разрыхляет, дает нам, чтоб мы почувствовали и жизнь свою повернули к Слову Божию. И еще и еще раз Господь нам говорит возле Тнань Его же Прабодоша. И опять обращаемся мы к Христу Господню и воспеваем Его. К Христу Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресенье Твое Слово Божие. Значение и плод поста, которому мы приступаем в память сракодневного поста Иисуса Христа за грехи наши. Много есть примеров и в Верском Совете, когда назначался пост для того, чтобы опомнились люди, смирились, осознали свой грех исповедовали Его и отступили от Него. В этом смысле молим и мы теперь даруем из речи МОЯ ПОИГРЯШЕНИЯ. Повторяем это часто, коленопреклоненно, много раз, но как и для чего? Неужели для того, только чтобы устами произнести желание увидеть грехи свои, а душой даже не взглянуть на них? или же увидеть их вскользь, потом еще ближе прижать их к сердцу и не расставаться с ними никогда? Прикрыть поскорее свои раны, спрятать их от собственных и чужих глаз и оставить не только прикрытыми, но смердящими, гниющими в сердце. Слышите, братья, когда мы не раскаиваемся, то раны это начинают уже гнить или смердеть. Как Господи, помоги нам. Зачем же зреть мне свои прегрешения? Неужели, чтобы утаить их вновь в душе, еще покойнее ужиться со смертельным своими язвами? Сатана усердно закрывает их от нас, залепляет их грязным тряпьем, под которым они гниют и разъедают не только тело, но и душу. Бог раскрывает раны, потому что он врач души телес, обнажает, срывает тряпье, чтобы исцелить. Этого просим мы, взывая, даруй безретьи мая прегрешения и не осуждайте брата на его. Лишь бы только взывали мы искренне, лишь бы не смотрели легко на тех, на тот грех, который приглазил Сына Божия ко Кресту, даруй мне зретьи маях и грешения, привикнуться ими, возненавидеть их и отвергнуть их навсегда. Слышите, братья, и отвергнуть их, что навсегда. Вот это есть искреннее покаяние. Когда мы возненавидели грех, то он был для нас сладок, а стал очень горьким. Поэтому возненавидеть грех и пустить сердце и душу благодать Святаго Духа. Слышите, вискую шаташася языци и люди поучишася честны, предсташа царей земсти и князи собрашася в купе на Господа и на Христа Его.